Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Я не астролог, как вы понимаете, но очень интересную тему хочу предложить вам о новолунии сегодня, это 28 октября. Что же такое новолуния? Это когда Солнце соединяется вместе с Луной. Даже если вы посмотрите эту тему потом, все равно она будет для вас интересной и познавательной. Новая Луна каждый месяц отмеряет определенный этап жизненного цикла на Земле. Конец октября 2019 году ознаменуется новолунием. Многие люди почувствуют, как они обновились внутренне, а также ощутят, что жизнь не стоит на месте. Пора привлекать фортуну, чтобы не попасть в просаг. Некоторые вещи остаются в прошлом или подходят к логическому завершению. Другие, напротив, лишь входят в нашу жизнь, чтобы принести с собой тот самый ветер перемен, о котором все мы втайне мечтали. Новолуния, которая состоится 28 октября, располагает к ответственным решениям и смелым шагам. Однако, к доводам рассудка непременно нужно прислушаться, иначе зодиакальное влияние спутает нам все карты. Каким же будет новолуния и чего нам стоит ожидать от Луны на этот раз? Особенности новолуния в октябре Новолуния 28 октября застанет Луну в созвездии Скорпиона. Это водный знак зодиака, и поскольку Луна связана со стихией воды, день будет достаточно гармоничным, но не без сложностей. Взять хотя бы то, что 28 октября выпадает на понедельник, день который традиционно отводится для того, чтобы начать новую жизнь. Так что мы испытаем серьезное психологическое давление с одной стороны, новая Луна в понедельник, повод смелее браться за свои проекты и воплощать мечты. С другой, нас подстерегают опасности, риск, быстрой фрукстации, нехватки сил и иллюзий, навеянных в стихии воды и оторванными от реальности амбициями Скорпиона. К счастью, все это можно удачно нейтрализовать. Огненным знаком зодиака, овны, львы, стрельцы, важно не вступать в диссонанс с главенствующей стихией дня. Астрологи рекомендуют брать на себя посильные обязательства и не давать волю низменным страстям. На новолунья в этот раз могут активироваться истецы, ложные друзья, даже энергетические вампиры. Нужно слушать свой рассудок, обращать внимание на подсказки интуиции, а советы разного рода доброжелателей хорошенько обдумывать. Земные знаки, тельцы, девы, козероки на новую луну должны опираться на ощутимые и реальные цели. Если они собираются разбогатеть в ноябре, сумма должна быть четкой. Если мечтают покорить сцену, нужно понимать, какую именно, каким способом и что для этого нужно сделать уже сейчас. С четкой стратегией знаки Земли зарядят свое начинание на успех энергетикой обновленного ночного светила и не спасают перед трудностями. Воздушные знаки. Близнецы, весы, водолеи рискуют оторваться от материального мира в попытке угнаться за призраками прошлого. Чтобы отвлечься от духовных метаний, им стоит обратить внимание на свое физическое здоровье и свое самочувствие. Можно начать спортивные тренировки, попробовать оздоровительное питание, позаботиться о коже или о волосах. Ну а водных знаков, раков, скорпионов, рыб, фортуна 28 октября не обделит вниманием. Способности к концентрации возрастут. Интеллектуальные возможности даже будут на пике. Так что важное от наносного и второстепенного знаки воды отделят на раз-два. Им нужно только не смотреть слишком скептично на себя и свои желания. Ведь на новую Луну многие мечты исполняются. Специалисты предупреждают о нескольких магнитных бурях к концу недели. На стыке двух месяцев и под новую Луну пора распрощаться с негативом. Гневу, зависти, обидам и разочарованием не место в новом месяце. 28 октября пора перевернуть страницу прошлого и начать новую главу. Планирование, постановка целей и задач, завершение текущих дел и закладывание фундамента для будущих проектов – основная задача на сегодня. Весьма кстати, что новая Луна на этот раз выпадает на понедельник. В это новолуние возрастает самокритичность. Это значит, что можно трезво оценить свои слабости и сильные стороны. Подумать, как избавиться от первых, а вторые использовать себе во благо. Но нельзя перегибать палку и заниматься самобичеванием. Так можно лишь обзавестись комплексами. С новолунием связаны денежные приметы и поверья. О них в октябре стоит вспомнить. Ведь не за горами новогодние траты. Новолуние осенью хорошо подходит для прощания с негативными установками. С сомнениями, сожалениями и прочими помехами на пути к успеху. Новолуние осенью хорошо подходит для прощания с негативными установками.